Самцы-производители, от которых получаем потомство. То, что сегодня переросло в бизнес, для Романа Бондаря начиналось как обычное хобби. Он точно может ответить, что нужно кроликам и что они – это не только ценный мех. 12 лет назад Роман вместе с двумя такими же любителями животных решили создать кролиферму. Выкупили полуразрушенную птицефабрику и приступили к делу. Остановились на двух породах. Эти породы считаются в мясной отрасли кролиководства. Они самые перспективные – калифорнийские, новозеландские. Смотря на этих холеных, ушастых животных, неперспективными их уж точно не назовешь. В этом помещении в основном содержатся самки с малышами. Здесь для них все условия и почти стерильная, насколько это возможно, чистота. Клетки у них тоже особенные. Такие придумали французы. Самка и малыши живут отдельно. Так новоиспеченная мать не навредит крольчатам. А еще немаловажно, говорит Роман, чтобы кролики содержались в психологически здоровых условиях. Животных главное не пугать. Передвигаться между клеток нужно как можно тише. Надлежащие условия содержания надо ему создать. То есть беспрерывная подача воды, беспрерывная подача комбикорма и чистое помещение, чистые клетки. Это Роман Бондарь практически раскрывает формулу успешного кролиководства. Казалось бы, ничего сложного. В еде животные неприхотливы. Вот такого комбикорма, в нем травяная мука, овес, соли, витамины. Им вполне достаточно. Но без постоянного внимания и ухода этим животным не выжить. Кролики впитывают в себя болезни, как лакмусовая бумага. Этому малышу всего неделя. У него еще даже не открылись глазки. Но уже через месяц он будет весить почти килограмм, когда его отлучат от самки и пересадят в другую клетку. У самок-кролей материнский инстинкт отсутствует. Для этих малышей с первых дней жизни маму заменяет кролевед Галина Мерочкина. Это она принимает у самок роды и смотрит за малышами, как за собственными детьми. И здесь у них, видите, сухо. Они у нас вот сухенькие, накормленные. Теперь отдыхают. В советские времена кроликов не разводил, разве что ленивый. Если в Союзе было 50 кролеферм, то сейчас промышленным кролиководством занимаются единицы. Это отрасль животноводства, как и многие, попросту перестала развиваться. В Украине рынок пустой. Он не занят в Украине даже мясом кроликом сейчас на 5%. Мясом кролика, рассказывает Роман, можно существенно укрепить здоровье. В продукте совсем нет холестерина и он легко усваивается. Мясо кролика, как правило, рекомендуют диабетикам, страдающим гипертонией и людям с болезнями дыхательных путей. Целебное свойство кроличатины Роман испытывал на себе. У меня были проблемы с желудком. В принципе, я исключил из своего рациона свинину, говядину. Питаемся кроликом. Чувствовать себя начали лучше всей семьёй. Разводить кроликов, делится Роман, дело затратное, но вместе с тем и прибыльное. Ведь лечебную кроличатину на обед вместо привычных свинины и говядины предпочитают многие. Но возродится ли кролиководство, Роман предугадать не берётся. Чтобы всё переросло действительно в масштабное производство, нужны очень большие деньги. И здесь уже без помощи государства не обойтись. Но пока ни одна из программ по поддержке кролиководства в стране не действует. И нажмут Павел Кубраков. Объектив неделя.